Деньги должны работать. Этот дефолт, который в то время был в 1998 году, он нам раз поднял, конечно. У нас продукция пошла. Основные деньги на пшеницу делаются. Мы готовимся к тому, что свинина будет убыточная. Я бывший советской партийной работе. В 1989 году я уехал работать в Ирак. Мы строили там теплоэлектростанцию Юсифея около Багдада. Когда война началась в 1991 году, буря в пустыне, нас вывезли оттуда. Но когда вывезли, я приехал сюда, я понял, что здесь уже другая страна. Я уезжал из СССР, одного СССР, приехал в другой СССР. Здесь уже приватизация прошла, здесь уже растянули все и прочее. Ну и остался, а я уезжал с должности заместителя председателя горосполкома Тихорецкий. Ну и остался у разбитого корыта. И с нуля начал работать. Вот 28 апреля 1992 года мы зарегистрировали фирму, которая называлась «Кубань Унион Бизнес». Потом мы сделали «Кубань Хлеб». Начали торговать, как обычно, все тогда торговали. Прошли все эти этапы. Чем торговали? Бандиты, дикие проценты по кредитам, инфляция дикая. Начали, чем только не торговали, брались за все, где можно деньги заработать. В то время был рынок дикий в СССР. А я, с учетом того, что я работал в Ираке, я занимался там именно рыночными делами, я был руководителем группы советских специалистов по закупкам на местном рынке. И, с учетом этого, этапы рынка я знал. Потому что там в Ираке ничего не купишь, не торгуешь. Ну это Азия, представляете, там у них целый ритуал, чтобы купить что-то или продать, это целый ритуал. Все, что хочешь будет. Ну и мы начали торговали, всем торговали. А потом мы сели на зерно, плотно сели на зерно. Потому что я понял, что мы живем в Краснодарском крае, мы край аграрный, житница России, и надо заниматься зерном. Хотя я по специальности инженер-электрик. Я вообще энергетик. Ну, потихоньку. Развивались. В 1994 году пекарню поставили первую. Мы начали зерно, потом муку перерабатывать, продавать муку. Поставили мне, друзья, в аренду отдали с теми, с кем я работал в Ираке в свое время, москвичи. Но они там быстро поднимались. Мы потихоньку карабкались в бизнесе. А они быстро поднялись там. Ну, они купили турецкую пекарню. Не знали, где поставить в Москве. Ну, давай тебе отдадим в аренду. Отдали пекарню турецкую. Начали хлеб, батоны выпекать, хлеб, булочки. Ну, вот так вот пошло. Потом долгие годы занимались тем, чем занимались. Зерном, продажами, вот развитием этого хлебопечения. Конечно, оттуда деньги шли. Оттуда хлебопечения. Получали прибыли. Ну, и все прибыли на развитие производства. Я на семерки ездил, наверное, до 2000 года. Когда все тут пацаны накупили уже в Мерседесе себе и прочее. Ну, а потом я понял, что земля не будет бесхозной вечно. Надо уходить в землю. Те деньги, которые зарабатывали мы, мы вкладывали в землю. Мы купили одно хозяйство. Купили второе хозяйство. Купили хозяйство с долгами, с большими. Выравнивали положение дел. Потом купили третье хозяйство. Потом уже те деньги, которые стали зарабатывать, они убыточные были первоначально все. Надо было развивать нам базу материальную. Брали кредиты. Закредитованы были. Ну, прошли вот все кризисы эти. Вот у нас 98-й год был кризис. Я в 98-м году, в 97-м году взял в долг у итальянцев линию по производству печенья сахарного. Она стоила в то время больше миллиона долларов. Еще тогда доллары, там евро не были. А в 98-м году крах с 6-ти рублей до 20-ти долларов поднялся. Итальянцы приехали сюда. Что делать? Я говорю, ну забирайте линию. Я говорю, у меня денег нет. Ну, в смысле нет, тоже забирать ее. Она работала. Договорились, что еще на год отсрочку дают. Я в 98-м году, мы начали выпускать печенье. А в то время, когда доллар резко поднялся, рубль просел. Импорт весь прекратился из Европы, кондитерской продукции. У меня как поперло это печенье. Мы по 500 тонн в месяц выпускали печенье это. Люди в очередь стояли. Мне до сих пор рассказывают те женщины, которые на реализации стояли. Коньяк привозили все. Лишь мы загрузили печеньем этим. И я рассчитался с итальянцами. Рассчитался я уже, наверное, в мае месяце. Я полностью оплатил им. С 99-го года полностью оплатил. Ну, вот этот дефолт, который в то время был в 98-м году, он нас поднял, конечно. У нас продукция пошла. Мы стали больше оборудования покупать. Мы стали пряники там. Мы стали там зефир выпускать. Мы, короче, стали развиваться очень серьезно. Мы разорилась фабрика здесь кондитерская. Этот химчистки фабрика была разорилась. Мы выкупили это здание. Построили там кондитерский цех. Ну, пошли развития. И за счет этих денег мы потом стали покупать сельхозпредприятия. И стали покупать оборудование на сельхозпредприятия. Я помню, ко мне директор приходит к кондитерской фабрике и говорит, Николаевич, ну что такое, у меня два комбайна, четыре трактора, там три плуга. Они покупали и отдавали, кондитерская фабрика отдавала хозяйству для того, чтобы хозяйства денег не было, для того, чтобы мы смогли работать там. Ну, потом мы утрясли все это, выправили положение, одел все это и стали работать. Ну, а когда сельхозпроизводство стало прибыль давать нам, мы стали кондитерской фабрике помогать. Это называется диверсификация бизнеса. Сельхозпроизводство когда стал давать прибыль? Скажите по годам. Ну, в 2006 году у меня было 500 миллионов кредитов. И когда дефолт было, оно ничего не давало. Когда в 2008 году был кризис этот, я думал, что мы не вытянем. Просто не вытянем думу. Очень сложно, мне пришлось займы делать, там друзья помогали и прочее. Ну, после 2008 года стали мы получать прибыль. В 2010 году была максимальная цена на пшеницу, тогда 300 с чем-то долларов на мировой бирже была, и тогда резко поднялась. мы тогда продавали дорого пшеницу. Основные деньги на пшеницу делается. А можно ли сделать вывод, что сейчас тоже рубль резко проседает, и это создает шанс рывка для тех, кто останется на плаву? Можно было бы предположить, если бы нам по рукам не били со стороны государства. Мы же демпфером ограничены. 200 долларов, все, там хоть 500 будет, я 200 получу. Все остальное уйдет, растянется куда-то непонятно. Мы пшеницу выводим из всего оборота сейчас. Сейчас практически на товарные нужды пшеницу мы очень мало производим. Мы сейчас на семена стали заниматься. Это тоже в свое время мы правильное решение приняли построить семенной завод. Хотя мы очень сложно было строить его, долгов набрали и прочее. Сегодня товарную пшеницу в принципе невыгодно выращивать. Сегодня затратный механизм такой, что себестоимость высокая будет. Там рентабельность очень низкая. Рентабельность должна быть 80-100%. Тогда интересно работать. Тогда развиваться можно. Развиваться можно, интересно работать. Что касается животноводства, были у нас попытки в свое время заниматься молочным животноводством. После того, как я в течение 5 или 7 лет каждый год убытки имели, мы отказались. Стадо было не очень хорошее у нас. Поражено лейкозом. Короче, мы отказались от молочного животноводства. Занимаемся свиноводством. Мы порядка 75 тысяч голов в год мы сдаем на убой. Примерно половину мы сами у себя на бойне. Значит, их обрабатываем, убиваем и готовим на продажу. Примерно половину продаем живым весом. В связи с тем, что мощности бойны у нас несколько слабоватенькие такие. Мы просто купили старую бойню и сейчас занимаемся реконструкцией. Единовременно у нас стоит порядка 18,5 тысяч голов на фермах. Как давно вы начали заниматься мясным направлением? Ну, у нас мясное направление. Мы начали заниматься мясным направлением с 2005 года. После знаменитого Медведевского закона, который дал нам возможность нам брать кредиты и развивать животноводство. Это в 2005-2006 год. Мы одновременно построили ферму свиноводческую и построили ферму молочного животноводства. Ну, молочное животноводство не пошло. Потом на базе этой фермы СТФЭ-3 сделали. У нас мы акцентировались только на свиноводстве. Ну, когда мы начинали развиваться, оно не очень прибыльное было. Большой затратный механизм был у нас очень. Ну, мы еще не автоматизированы были фермы. Ну, мы еще плохо знали это направление. Сейчас оно прибыльное. Что Вы подразумеваете под автоматизацией? Ну, если в шинокомплекс там один-два человека обслуживает. Это когда не надо там, значит, очищать, не надо, не надо им подавать комбикорм. Ну, там все это автоматизация, все компьютер управляет. Компьютер управляет системой очистки воздуха, вентиляцией. Компьютер управляет у нас отоплением, значит, нагревом воздуха зимой. Там все управляет компьютером. Человек не нужен. Просто очень интересно, потому что в последние годы свиноводство в России достигло таких масштабов, что заговорили о перепроизводстве свинины. И сейчас очень много слышится стонов со стороны крупных комплексов, о том, что дорогой шрот, дорогое сырье для кормления животных, мясо стоит слишком дешево, и цен на него сдерживают. Вот за счет чего Вам удается? Ну, вот до недавнего времени у нас, ну, как бы, было все прибыльно. Сейчас, сейчас, ну, мы даже не знаем, куда мы выйдем. Я тебе могу объяснить почему. Потому что все премиксы, которые мы применяем в кормах, ну, во-первых, у нас свой комбикормовый завод есть. Он небольшой, правда, мы новый будем сейчас запроектировать, еще в этом году начнем строить. Новый полностью автоматизированный. Ну, это, значит, дает какую-то прибыль. Не прибыль, а какой-то там плюс затратных механизмов. Но, значит, что касается всех премиксов, которые мы получаем, в частности, лизин в шесть раз увеличила стоимость на лизин. Его практически в стране нет. Сегодня он не идет по импорту. У нас в стране один завод выпускает этот лизин, который сегодня не покрывает и 50% проблем. Те предприятия, которые поставляют нам премиксы, вот недавно мне пришло письмо, опять на 40% подняли стоимость. Они уже подняли на процентов на 200, сначала, с конца прошлого года. Постоянно поднимают, поднимают. Ну, здесь все это понятно. Все это импортная продукция, импортные добавки. И доллар вырос, на валютном рынке шторм идет. И все страхуются от... Свои, как бы, показатели страхуются. Сейчас непонятно, что будет. Ну, если мы в ноль выйдем, я буду рад. Ну, а до этих пор свиноводство помогало делать растеневодство более прибыльным? Нет, мы все, что получали от свиноводства, мы все вкладывали в развитие животноводства. Ну, у вас... Мы... До этого мы за счет растеневодства развивали животноводство. Потом животноводство вышло на уровень самоокупаемости. И вся прибыль, которую мы получали от животноводства, мы вкладывали в животноводство. В этом смысле переработка поддерживала свиноводство? Ну, переработка... Та, что у нас есть переработка, конечно, поддерживала. Некоторые комплексы идут на то только, чтобы продавать живым весом живок. Это намного проще. Намного проще почему? Потому что вырастил, продал, цикл идет, там, шесть месяцев проходит, там, пять с половиной месяцев, и у тебя новый цикл начался опять. Но мы не пошли по этому. Мы пошли на переработку в связи с чем? В связи с тем, что, ну, не всегда так будет. И как-то было даже, что просто живых свиней продать сложно было. Вот, и мы... Что такое перекамливать свинью? Это она стоит неделю, перекормили ее, веса не добавится, только сало добавится, и все. И затраты пойдут на карма, на электроэнергию, на рабочую заработную плату и так далее. Поэтому мы пришли к выводу, что надо сделать и продажу живым весом, и продажу переработанным. А раз пошла переработка, значит, нам надо знать, куда нам продавать субпродукты, что делать нам, значит, с мясом, которое сегодня, может, не продано, мы его в переработку пускаем в колбасы и так далее. Это потянуло за собой холодильные мощности, ну, и весь цикл этот пошел. Сейчас мы как раз, здесь развитие идет у нас. Мы делаем реконструкцию бойни, мы увеличиваем. Мы сейчас 300 голов в сутки бьем. Нет, мы сейчас бьем порядка 150 голов в сутки, выйдем на 400 голов. Вы сказали, что 50% поголовья вы забиваете сами. Ну, примерно так. А вот из этих 50%, которые вы забиваете сами, что идет на переработку, на глубокую переработку, то есть в колбасы, а что продается именно как? К сожалению, мы 90% продаем полутушами, 10% продаем колбасами. Ну, колбасы там, всякие продукты, значит, как они называются, деликатесы, полуфабрикаты, да. Вот, но это связано с чем? Они продаются у нас только в наших магазинах. Сегодня попасть в рынок в сети супермаркетов невозможно. Просто невозможно. Нам такие условия создают, что нам выгоднее не производить. Вот, что сейчас сложилось с нашей, а кондитерская фабрика у нас еще, я не сказал, забыл. Что с кондитерской фабрикой? По-моему, сейчас ее остановили. Остановили производство, потому что цены настолько растут быстро, что мы не успеваем за ценами. А сети не согласовывают те, что у нас берут продукцию, они не согласовывают нам те цены, как... Они берут там неделю, две недели рассматривают на согласование. За это время два раза цена уже поднялась. И, ну, я сказал, убыток работать не будем. Мы предупредили сети, отправили письма им, и 45 дней с ручка платежа. Что такое сейчас 45 дней, когда сегодня с инфляцией такой? Мы сейчас в корне будем пересматривать. Или будем поставлять в сети, или вообще не будем поставлять. Ну, сейчас кризис будет, и, к сожалению, в этот кризис слабые игроки уходят. Что будет и в свиноводстве, кстати. Все слабые игроки уйдут в свиноводство. Это уйдут малые формы развития свиней, средние, может, уйдут. Крупные агрохолдинги останутся. И то же самое вот мы увидим и в этом кондитерском производстве. Скажите, а вот на переработку всего 10% шло. Почему? Не хватает мощностей по переработке или нет сбыта? Сбыта нет. Весь сбыт у нас проходит в основном через наши магазины. Их около 30? Ну, у нас здесь 12 магазинов в Краснодаре. Ну, около 20 магазинов. Продукция очень достойная? Нам нравится. Народу нравится. Мы в этом году запустили, вернее, 23 декабря прошлого года запустили новый формат. Мы сейчас работаем под брендом «Корейка». Вот. И новый формат запустили. Я поедем, покажу. Формат. Мы там кулинария. Мы там готовим полуфабрикаты. Мы готовим продукцию хорошую. Мы там выпекаем. Мы там, ну, это типа, вот, как в Краснодаре есть Таврис. Есть сеть магазинов Таврис. Вот по этому пути. Там шашлыки мы жарим. Там мы люля-кебаб делаем. Все. И люди берут. Выручка хорошая. Особенно перед праздниками корпоративы пока еще есть. Ну, покупают все. Новую продукцию мы запускаем. Повара выписали отдельно, который специалист. Потому что с кадрами в Тихорецке все очень плохо. Очень плохо. Есть ли перспектива развития этого направления? Есть. Может ли вот эта доля, то что живым весом, то что полудушами, то что в переработке, она как-то сдвинется в сторону собственной? Она будет сдвигаться. Вот за счет вот таких магазинов. Мы сейчас еще один такой магазин проектируем здесь в Тихорецке. И я думаю, может летом начнем строить еще один такой магазин. Только тут более, он больше будет рассчитан на студентов. Там рядом техникум железнодорожного транспорта. У нас там учатся, я не знаю, 3,5-4 тысячи студентов. И всем им покушать хочется. Сейчас они питаются непонятно чем. Там шаурма рядом, какие-то сосиски в тесте и прочее, которые в подвалах готовят. А это будет хороший сертифицированный магазин. И цена доступная будет, потому что там в основном наша продукция. Наши булочки, наши сосиски, наше мясо, там все наше. Вы сказали, что бойню открывали, столкнувшись с тем, что не берут живым весом свиньи. То есть это было такое средство предохранения бизнеса? Да, просто диверсификация бизнеса. А мясной комплекс, это что, все-таки прибыльное дело или как раз такой запасной вариант на случай, если вдруг это мясо? Мясной комплекс, ну мясо прибыльное было, свинина была прибыльная все последние годы. Это первое. И второе, это деньги каждый день приходят. Это нам, когда занимается только растеневодством, ну вы понимаете, цикл какой, да? Посеял, вырастил, убрал, продал и все. А это деньги каждый день приходят. Это просто мы кассовые разрывы, мы за счет животноводства, мы свои кассовые разрывы покрываем. Вот нам нужны деньги, да? Они приходят там, 3-5 миллионов каждый день приходят. Что касается пшеницы, мы практически сейчас вышли, ну наверно, процентов на 60-65 от выращенного объема выращенного урожая. У нас выращивается элита и она идет все на семена потом. У нас, мы сейчас, во-первых, все три сельхозпроизводства, хозяйства, которые у нас, они все семеноводческие стали. Все стали семеноводческие, первое. Второе, мы очень плотно работаем с кубанским центром зерна. Вот именно с отделом растениеводства, с селекцией пшеницы и тритикали. Очень плотно работаем. Мы номер один сейчас у них по тем сортам, которые они дают нам на разведение. Сколько нам сортов дали в этом году? 35. У нас всего в производстве 27 сортов. 35 это у нас на дымоучастки. На дымоучастки. А в производстве 27 сортов. 27 сортов, да. Мы выставим на продажу семян. Ну, мы в этом году планируем 45 тысяч, да? 45 тысяч примерно. Планируем 45-47 тысяч вороха получить семян и переработать семена. Да. Это семена. Это семенное направление. У нас... По пшенице вы выращиваете семена на реализацию тем хозяйством, которые будут выращивать уже товарное зерно. Да. Это понятно. А остальные культуры... Горох. Горох. А где на армии твердой пшеницы? Горох. Ага. Твердая пшеница. Мы начали заниматься твердой пшеницей вот с этого года и я вижу, что эта тема очень интересная. Очень интересная тема. И у нас сегодня в стране не хватает пшеницы твердых сортов, потому что у нас достаточно развитые предприятия макароновой промышленности, которые выпускают макароны. Раньше, если макароны делали из пшеницы мягких сортов, вы понимаете разницу твердых и мягких сортов. Сейчас эти все комбинаты макароны нацелены только на пшеницу твердых сортов. Плохо, что они находятся все в центральной полосе России. Урал, Челябинск и так далее. Но мы плотно стали заниматься пшеницей твердых сортов выращиванием. Потом горох. В прошлом году у нас где-то 2500 гектаров земли под горох мы направили. В этом году примерно столько же горох. Мы выращиваем горох на семена. Мы продали 1200 гектаров. Да, где-то 1300 тонн. 1300 тонн гороха. Семян продали. Мы идем в этом направлении. И мы горох на корма направляем. На собственный комбикормовый завод. А какая доля примерно идет? Вот от выращенного на семена и на корма? Ну, во-первых, мы на корма направляем то, что подрабатываем после гороха. У нас сечка идет, там и все. У нас как бы отхода нет по гороху. Ну, мы примерно на горох мы где-то 1200, наверное, 1300 тонн. Мы, как бы даже не 2000 тонн гороха направляем на корма. А остаток излишки потом продаем. Вот. То же самое касается кукурузы. Но кукурузы в нашем севообороте небольшой процент. В связи с тем, что мы сейчас подвержены засухе и по 40 центнеров с гектара получать кукурузу, 40-50 центнеров с гектара, это просто экономически нецелесообразно. И мы вывели кукурузу практически из севооборота. Оставили только то необходимое количество кукурузы, которое нам надо для собственных нужд, для этого, для кормов. Но сейчас мы, в связи с тем, что мы в этом году запускаем первые 800 гектар полива, земель под поливом, вот тоже забыл сказать, про кандидерскую фабрику не сказал, про то, что мы под поливом земель 800 гектар запускаем. Мы сейчас занимаемся выращиванием кукурузы на зерно под поливом. И мы уже имеем договоренность с центром зерна имени Лукьяненко. Они нам в этом году на 45 гектар дали, значит, родительский форм. И мы будем кукурузу краснодарских, гибридов краснодарских, мы кукурузу будем выращивать на семена под поливом. Мы под поливом сою будем выращивать на семена. Мы с НИИМКом заключили соглашение. Я был у Лукомца, у директора Вячеслава Михайловича. И мы с ними заключили договор, мы берем подсолнечек у них выращивать на семена и сою. И в принципе мы будем семенным хозяйством с полным спектром семян. Это у нас будут семена гороха, семена пшеницы, семена сои, семена кукурузы и семена подсолнечника. Вот это первое. Это уже в этом году. Это вот пять направлений эти, которые мы в этом... И лен еще, но он не под поливом будет, мы и семена льна тоже, мы льном тоже. Мы в этом году на семенном заводе переработали где-то полторы тысячи тонн льна семян. Подработали на семенном заводе. Мы находимся на комплексе по подготовке семян сельскохозяйственных растений предприятия ИП Лоцманов, группы компании Кубань Хлеб. За моей спиной как раз сам комплекс подготовки семян, который состоит из завальной ямы, технологической линии и отделения протравливания и упаковки. Рядом у нас с нашим комплексом находится семенной элеватор для хранения десяти тысяч тонн вороха семян, который работает через технологическую линию как раз для загрузки семенной линии самого комплекса. Данный комплекс мы построили в девятнадцатом году, за десять месяцев запустили. Он позволяет подготавливать все крупные семена, это кукуруза, подсолнечник, сахар, кукуруза, подсолнечник, горох, соя. Путем подбора решет мы начали подготавливать лен. Ну и соответственно его протравливать, калибровать и фасовать. Мы можем фасовать в бигбэге от 800 до тона 200 и в мешки крафтовые от 15 до 25 килограмм. Линия состоит из оборудования компании немецкой Petkus. Все машины представлены этой компанией. Здесь у нас начиная от машины первичной очистки до машины протравки семян. С компанией Petkus мы работаем и в планах у нас с ними еще поставить такую же линию по подготовке семян в этом году. Два раза хотим, потому что задача у нас стоит. Сегодня наш собственник ставит задачу. Если в прошлом году мы реализовали на сторону, это нашим сельхозтоваропроизводителям, 14 тысяч тонн семян азимой пшеницы, то в этом сезоне наш собственник нам поставил задачу реализовать 25 тысяч тонн семян азимой пшеницы. Соответственно нам нужно увеличить мощность линии еще в два раза. Мы этим сейчас занимаемся. Кроме того, там на полях, которые поля у нас имеются, мы получили разрешение на водозабор 3,5 миллионов кубометров воды из Челбаса. В первую очередь 800 гектаров мы в этом году сдаем. Мы уже машины стоят, сейчас заканчиваем водозаборное сооружение, поедем посмотрим там и в этом году сдаем. Но поскольку я проживаю там и я знаю, насколько полноводная в кавычках полноводная эта речка, когда она летом может пересохнуть, мы пришли к выводу, что надо эту речку расчистить. Для того, чтобы родники раскрыть. Когда вызвали мы гидрогеологов сюда, они промерили там грунты все, там до трех метров ила. Ил этот получился от того, когда были пыльные бури. Но вы, Саша, не помните, вас еще тогда не было. 69-70 год, а мы с Николаем Васильевичем помним это дело. Были пыльные бури, в то время как раз вся вот эта беда пришла, позаносило все эти речки степные. И там создался огромный слой ила, который мы сейчас приняли к решению очистить между двумя дамбами. У нас 2,7 километра, да, это русло. Мы, значит, решили, разработали проект очистки этого русла. И, значит, проект есть, получили разрешение. Вся беда с рыбниками только. Эта тема известная и она обсуждаемая. Я, насколько-то, десятков миллионов рублей должен от сетра и стерляди выпустить в Азовское море для того, чтобы очистить эту речку мне. Ну, эта тема вообще непонятная для меня. Вот, ну, значит, мы купили земснаряд под эту программу. Ну, и сейчас уже начали очистку речки. Как только мы очистим речку, мы откроем родники. И я буду обеспечен водой. Несмотря на то, что и в голове не будет воды, и дальше не будет воды. Я буду вот на этой емкости на 2,7 километра, значит, на протяжении, там у нас будет вода. Вся беда в том, что речка федерального значения, ее государство должно очистить. Но бюджет никак не участвует в этой емкости? Все на собственной бюджет? На орошении бюджет участвует. Они до 50% затрат они дают, покрывают нам. Где воду взять? А где воду взять, это проблема моя. Изначально кормила торговля, потом кормила кондитерская, потом сельское производство, сельскохозпроизводство кормила. А сейчас все кормят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»